Я приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня у нас очередная дискуссия. Сегодня в гостях у нас Елена Дмитриевская, Роман Фельдберг и Роман Хантер. Раньше он был Стархантером на Тайне Ли. Теперь них поменял. Ну, Елена, сегодня у нас дискуссия по поводу техногенной версии, как ни странно. Я знаю, у вас есть уже какой-то заготовленный материал. Давайте вам сразу передадим слово. Здравствуйте, дорогие зрители. Приветствую вас не только от собственного имени, но и от имени нашего противоракетного клуба. У нас есть такая тема на Тайне. Может быть, кто-то ее знает и читал. Я была участницей этой темы, принимала участие в обсуждении. И уже тогда у меня сформировалось некое свое представление о том, могли ли присутствовать на перевале какие-то техногенные явления, вроде бы там огненных шаров, ракет, взрывов непонятных изделий, ну и так далее. Так как у меня, скажем, более аналитический подход к этой проблеме, то я для себя выделила как бы две основных группы, версий, которые формируют пользователи интернета и которые предполагают то, что произошел какой-то взрыв или какое-то событие подобного рода, которое привело к гибели дятловцев. Что, в принципе, предполагают наши пользователи? Они предполагают любые виды ракет. Ну, конечно, не самые современные, но, скажем так, которые выпускались во времена близкие к событиям, но в то же время еще не произошло ни одного подтверждения. Тем не менее, ракеты вплоть до самоходных установок, то есть любые. Варианты версий ракетных, они, в общем-то, такие. Либо ребята просто испугались, побежали вниз, увидели какое-то явление, испугались каких-то процессов, взрывов, я не знаю, вещества, задыхались, побежали вниз. И там они отравленные, значит, лазили на кедр, делали настил, срубили 40 пихточек, произвели очень бурную деятельность, срезали одежду, ну и так далее. Все, что мы наблюдаем. Либо, тут, кстати, непонятно, то есть либо их убила, собственно, ракета, или спасались от ракеты, либо там уже спустилась на них какая-то лавина вследствие ракеты, взрыва, либо они просто испугались и убежали. То есть ничего рядом с ними непосредственно не произошло, просто сработал инстинкт самосохранения. То есть на самом деле, и погибли они в итоге только внизу, да, замерзли. Побились о камни и замерзли. То есть вот эти вот виды версий, они, в общем-то, присутствуют на просторах, форумах и других ресурсах. Елена, вы же не все перечислили. Нет, конечно. Следующий вариант, это, конечно, версии, которые предусматривают вариант инсценировки и последующий, и варианты зачистки последующей, да, некими неустановленными лицами. Ну, может быть, это варианты различные, от военнослужащих КГБ, внутренних войск до, значит, группы, которая собирает обломки. Вот. И дальше это, значит, происходит, что они их, в общем-то, отравленных, полуотравленных людей, они их забивают и убивают до смерти зверским способом, да. Такие варианты есть, да. Но есть версии инсценировки, вот, которые тоже, в общем, многие придерживаются, о том, что событие само произошло в другом месте, в районе Атартена или даже где-то в лесу, и только потом палатка была перемещена на склон Халачахля, и трупы разложены в каком-то странном достаточно порядке, поскольку инсценировка не подо что-то, да, она не под убийство зэками, она не под какие-то другие события, не под ограбление даже, а вот такая вот своеобразная с большим количеством действий, которые инсценировщики производили и с трупами, и с, на месте, так сказать, якобы на месте происшествия. То есть, видимо, это они обламывали ветки кедра, ну и так далее. То есть, да, и они, кстати, корейку тоже нарезали в палатке, то есть палатку устанавливали полностью достоверно. Недавно мне писали, что это даже, естественно, бойцы невидимого фронта только так могли ссценировать. Вот, дальше у меня, естественно, после прочтения многих этих версий, знакомств с ними, возникли, собственно, вопросы, да, к техногенщикам и к ракетчикам, которые я хочу сейчас вам предоставить. Вот я их сформулировала, могу их даже зачитать. Как и где отслеживался полет ракеты, ее вид, ее модель, ее дальность? Второй вопрос. Как быстро в район падения вылетела группа и откуда? Ракету же нужно было обнаружить, поэтому понятно, что если какие-то действия дальше произошли, то ее для начала нужно было обнаружить. Какие подразделения занимались поиском останков ракеты и как это подразделение называется? То есть это вот вопросы к ракетчикам, которые я формулирую. Знали ли военные, что в районе находится гражданское население и от кого они это узнали? Как выглядит это подразделение у формы экипировка, да, те, которые собирали? Как оно выглядит вообще, знаки, отличия, что это? При каких обстоятельствах они стали бы добивать безоружных людей? Ну, это уже в вопросе зачистки. И почему район сразу не был закрыт, сразу же, и еще до начала официальных поисков туда допускались и манси, и лесники, и другое население? Да, то есть мы это знаем, что ничего не закрывалось. То есть, опять же, вот пока такие вот у меня вопросы сформированы, в плане того, что я не придерживаюсь подобной версии, да, на них я могу дать ответы, которые у нас в нашей теме обсуждались. То есть, когда я задала эти вопросы, да, в теме, на них последовал ряд ответов от пользователей, которыми я, в принципе, могу поделиться. Если вы не против, то есть с вашей стороны ответы на эти вопросы будут предоставлены, да. Я не касаюсь сейчас вообще вот темы даже полигона, потому что полигоны не нашли до сих пор никаких его, так сказать, атрибутов, да, которые должны быть. К нему нет дороги, видимой до сих пор, остатки строений, ну и так далее. То есть вся инфраструктура, которая должна быть, ее нет. Вот, поэтому сейчас мы... Я готова, да, этот ответ дать. Насчет отслеживания ракеты. То есть ракета, в принципе, когда запускается с полигона, она отслеживается только на активной траектории, измерительными пунктами, да, которые там находятся вдоль трассы. За горизонтальных РЛС на тот момент не было, да, которые могли бы отследить. Также предупреждающих нападения спутников тогда тоже не было. То есть вот... Как об этом можно было узнать? Только от, скажем так, тех, кто следил за этой ракетой. Вылетела ли группа быстро, да? Группа вылететь быстро не могла. Во-первых, эти группы существовали, да, действительно они существовали, но существовали они только при полигонах. То есть это подразделение 15-20 человек, которые при полигоне, вот они и собирают, собственно говоря, эти останки ракет, да, то, что может представлять при аварийной ситуации какой-то интерес для комиссии, которая будет расследовать, почему ракета терпела крушение, да, своё. Или смотреть, значит, варианты, которые могли быть, по идее, секретными, да, для наших потенциальных противников. То есть те обломки, которые могли быть секретными, да. И они существовали только при космодромах, да. Космодромов у нас в Лизинет, Плесецкий космодром, насколько мы знаем, был недостроен на тот момент. На 59-й год он был недостроен. Насчёт того, знали ли военные, что находится гражданское население в зоне предполагаемого отпуска, да, падения. Не знали, но должны были предполагать худшее. И потом у такого небольшого относительно подразделения не было задачи вывести всё до последнего винтика. То есть, предположительно, вывозились только те обломки, которые представляли собой секретность, да, то есть, которые были для нашего противника интересны, да, какие-то части. Вот, всё остальное оставалось на месте. Если вы думаете, что они всё подчеркнули, увозили или там обеззараживали местность после того, как они всё это вывезли, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, вот примерно такие же ответы, которые я вот вам дала. А, что касается насчёт добивания отравленных людей, то, ну, вы же понимаете, то есть, если исполнители видят такую картину, они не могут принять решение самостоятельно. То есть, низовые структуры подают запрос более вышестоящим, ну, а военные, как известно, любят прикрывать свои пятые точки, да, максимально. То есть, на себя ответственность из военных взять на добивание людей, убийство, это, в общем, маловероятно настолько, что я вообще не дам даже одного процента на то, что это могло случиться, в принципе. Санкции на убийство девяти человек никто не даст. Гораздо проще запугать, я не знаю, взять подписку, увезти, не знаю, спрятать, вылечить, не знаю, множество есть способов избавиться от, вернее, соблюсти секретность, да, кроме убийства. Елена, а вот попутный вопрос можно задать? Вот вы сейчас последнее что-то сказали про добивание, что и такая тоже версия существенная. Ну, конечно, и не одна. Есть такие версии про добивание, зверские, обвиняющие наших военных в том, что это они добивали туристов, чтобы сокрыть некую секретную... Следов убийства от людей же нет никаких. Как они могли добивать? Я просто первый раз про это слышу, я вот почему и спросил. Ну, вот вам кажется, что нет. А люди, которые видят криминальные травмы, они не могут иначе сопоставить свою версию с этими криминальными травмами. Поэтому они, естественно... Чья это версия? Чья это версия? Я сейчас не могу сказать. Я не могу сказать, потому что я достаточно много... Знаете, есть такая тема сапфира ракетная на тайне, и там участники, вот они свои варианты предлагали. Вот. Такие версии были, действительно. А у него есть прям версия? Он у нас несколько раз участвовал в дискуссиях, он как бы отказывался, он говорил, что у него конкретной версии нет никакой. Да. Знаете, почему? Действительно, в итоге сложилось так, что это я, конечно, в общем называю версии, а на тайне эта тема была перенесена в итоге в исследование, да, потому что версии действительно не сложилось. Версии действительно не сложилось. Вот именно ввиду того, что я уже опозначила, то есть не найдена ракета, не найден полигон, не найден неведомый техноген изделия, что это может быть испытание какое-то, какого-то изделия. То есть пока мы не можем к документам никаким, мы им просто не располагаем. Мы не на чем основать именно последовательно изложенную версию. Только подозрения. И большинство видеороликов, что мы вот смотрим и у вас на канале, это в основном только подозрения, которые располагают ну какими-то косвенными признаками, да, косвенными, которые могут теоретически указывать на техноген. Могут. Но пока версии нет. Вот такой вот именно версии. Ну, ни у одной версии, я думаю, нет прямых доказательств. Сейчас только косвенные. Согласна, здесь соглашусь. Елена, я хотел еще уточняющий вопрос задать по той речи, которую вы сказали. Вот до того, как вы начали говорить про добивание, вы рассказывали про какие-то действия, как я понял, ракетчиков по зачистке территорий, да, вы рассказывали? А откуда у вас информация, как действуют эти люди по зачистке территории? Вы где ее взяли? Я просто никогда не встречал. Вообще, я считал всегда, что это секретная информация. Нет, она сейчас не секретная, ну... Поступ куда-то. Скажем так, люди, которые близки к вооруженным силам, да, они высказывают свои мнения. Это не мое мнение, несмотря на то, что я тоже некоторым роде близка. Вот. Но это мнение, так скажем, одного из участников обсуждения противоракетной версии, который действительно является военнослужащим. поэтому у него действительно это... Я понимаю, что он эту информацию может ее располагать. Но это общая информация, тем не менее, она достаточно общая. К слову, можно я тоже расскажу один случай интересный, который относится вообще напрямую к перевалу Дятлова. Раньше был такой егерь Григорий Лузлов. Он охранял территорию, которая находится к западу от вершины Атартен. Ну, это Печоро-Илоческий заповедник, и он работал на самом верхнем кордоне. Там вся его семья работала, и отец, и мать, потом он родился, он там жил. То есть это семья, которая там изначально жила, и они еще попутно работали егерями. И вот он рассказывал, как при СССР, но это уже гораздо позже 59-го года, он рассказывал журналистам, как упала ракета на его территории, в его владениях, то есть это владения, которые охранялись конкретно им, этим егерем. Упала ракета, он к ней пробрался, чтобы украсть с нее аккумулятор. И он ее нашел с трудом, эту ракету, нашел через какой-то большой промежуток времени, после того, как она упала. И никто эту ракету не отследил, куда она упала, никто вперед ее не нашел, никто оттуда ее не вывез. И он травмировал руку, когда хотел вскрыть эту ракету. Он кстати тоже был ракетчиком, он служил в вооруженных силах, в ракетных войсках. Ну, когда проходил службу в армии, его призывали, он служил в ракетных войсках, поэтому он полез в эту ракету, чтобы извлечь аккумулятор оттуда. Ну, какой-то крутой аккумулятор, который чуть ли не планировал он потом вечно использовать. И он залез в какой-то окислитель случайно, разлитый, и травмировал себе руку. Я потом вам дам статью его интервью почитать. Я просто аналогию провел, то, что вы рассказывали, как действуют люди, которые отслеживают эти ракеты. И вот далеко после 59-го года уже, ну, я не знаю, наверное, в 70-е годы ближе, наверное, вот упала ракета, которая вообще потерялась. И эта ракета как раз пролетала в районе Атартена. Упала она, я так понимаю, ну, его территория это, ну, от Атартена и там 50 километров влево-вправо там. Ну, так это было в 70-е годы. Мы же здесь идем в 59-м году. Да, да, я понимаю. Просто, представляете себе, потерялась ракета ведь. Ее просто военные потеряли, она упала, ее потеряли и не могли ее найти, а он ее нашел. Вот уровень вот этих людей, которые отслеживали ракеты в 59-м году, как вы себе представляете? Я насчет 59-го года вообще не могу ничего сказать, потому что я не могу пока понять, откуда ее запускали. Когда будут неопровержимые данные о том, что существовал действительно какой-то испытательный полигон, какого-то космодрома конкретного могла вылететь эта ракета, тогда мы будем с вами об этом разговаривать. Что касается 70-х годов и предположительно, да, вот того, что вы сказали сейчас о ракете, которая была обнаружена, да, так вот, я оговорилась немножечко, вернее, не договорила, имеется в виду, вернее, сказала, на активной трассе, да, на ее активной трассе, то есть, это в пределах определенной траектории, то есть, принимающая, да, принимающая сторона, то есть, в каком-то этапе она сошла в траектории, ее уже не смогли отследить, скорее всего. Ну да, потом и найти не смогли. Да, то есть, есть активная трасса, на которой отслеживаются, они же не могут стоять тысячами километров измерительные пункты. Нет, я слышал, они еще расставляют какие-то пункты, которые отслеживают. Ну так на активной, по ее траектории. А вот не могла группа Дятлова являться одним из таких пунктов? Думаю, что нет. Почему? Потому что группа Дятлова, она к вооруженным силам на данный момент никакого отношения не имела. Нет доказательств того, что у них был допуск секретности, что они, так сказать, располагали какой-то определенной инструкциями на эту тему, что они должны были делать. И, в общем, у нас нет такой информации. Ее нет у меня, ее нет у Романа, вот допустим, а возможно она есть, правильно? Можно же такое предположить? Ищите, ищите. давайте передадим теперь слово Роману Стархантеру, который сегодня у нас под ником Роман Хантер, потому что у нас сегодня в гостях два Романа. Роман. Добрый вечер. Если буду слегка бухыкать, не обижайтесь, приболел, не корона, говорю сразу. Что касается инсценировки, есть, ну, скажем так, по поводу инсценировки, какие есть факты, которые говорят, вот была инсценировка. Первая, и наиболее явная, это обмотки, которые были найдены поисковиками. Второе, ну, это, я имею в виду, из материальной культуры, так сказать. Второе, это солдатская фляжка, с которой ходил Кунцевич и показывал, что вот такой фляжки не могло быть у дядов. Третье, это триконь, с которым тоже они, который был найден в районе перевала, вот, и это типа доказательства наличия там посторонних людей. Первое. Второе, это несоответствие трупных пятен положению тел. И третье, то, что у нас уголовное дело, ну, очень в сыром виде. Четвертому, к четвертому можно отнести воспоминания туристов о том, что там их военные то заворачивали, то врача спрашивают. Итак, по поводу первого. того, что были обмотки, и они принадлежали военному. Есть фото 1955 года одного из студентов УПИ Павла Тарзина, где он с Кривонищенко. Фото номер один, можете поставить? Первое самое. Так, я правильно поставил то фото? Да, да, правильно. Тарзин справа, Кривонищенко слева. И мы видим на ногах Кривонищенко обмотки. Если же посмотреть фотографии из лыжных походов тех лет, то мы увидим, что, несмотря на то, что подавляющее большинство туристов использовало для защиты бахилы, периодически проскакивают другие средства защиты обуви и голени. это то, что сильно напоминает обмотки. То есть на тот момент обмотки еще были у туристов в действии. Может, и не так были распространены, как бахилы, но обмотки были и использовались туристами. И у нас есть Золотарев, бывший фронтовик, которого можно нести к так называемой старой школе, который мог использовать обмотки со времен вооруженных сил. Еще рассматриваются варианты, что на самом деле это были не обмотки, а, например, пояса для защиты поясницы от холодов, либо, как бы покультурнее сказать, тогдашний ответ нынешним тампаксам, оловесам и прочим средствам женской гигиены. Ну, от этого никуда не деться. Поход не поход, а цикл есть цикл, как говорится. Что касается так называемой армейской фляжки, которой якобы у дятолцев не было, ее подкинули инсценировщики. Тогда не было большого разнообразия фляг, поэтому в походах использовали обычно либо самодельные, либо фляги солдатского армейского образца. Могли использоваться и трофейные фляги, либо фляги, сделанные в Америке попавшие к нам по ленд-лизу, если человека были концы, либо как-то он смог их достать. По триконям есть фото поисковиков, где они там стоят вместе и сидят, и одного на обуви заметны эти самые трикони. То есть данный трикон мог быть спокойно утерян кем-то из поисковиков, которые были на месте трагедии. А фляга вполне закономерно могла принадлежать туристам, поскольку большого разнообразия фляг тогда не было. Теперь, что касается несоответствия трупных пятен положению тела. Мы не знаем, в каком порядке гибли туристы на спуске. Может кто-то из выживших туристов шел следом и переворачивал тела проверить, живы ли они. Плюс еще под телом слабодена имеется так называемая лужа трупа. То есть он был в сознании, когда упал и последние минуты доживал на перевале. И мы не знаем квалификацию возрожденного. Учитывал ли он то, в каком состоянии, в каком положении трупы были найдены, как они отмораживались, как стекала кровь. Это просто зависит от квалификации патолого аналога. Следующее, к чему надо обратить внимание, это уголовное дело. Да, если мы откроем книги по следственным действиям, например, Селиванова, 1957 год, Москва, издательство, первоначальные следственные действия, и посмотрим, что был обязан сделать следователь на месте происшествия, то выяснится, что ни Темпалов, ни Иванов этого всего не сделали. Но тут надо понимать, что не всегда туристы, следователи обладали вот той квалификацией, которая должна была быть. Банально они могли не уметь пользоваться фотоаппаратом. фотоаппарат. Так этому есть косвенное подтверждение в книге Яровова, написанном фактически по трагедии группы Дятлова. Там следователь не фотографировал сам, он просил сфотографировать репортера, журналиста, то, как лежат тела. Поэтому вполне вероятно, что Темпалов просто не владел фотоаппаратом. И потом, чтобы прикрыть себя, поскольку если это выяснится, то это могут последовать оргвыводы, соответственно, депримирование, приказы, понижение в классе Чине, он использовал фотографии поисковиков. И надо еще посмотреть, если это, конечно, возможно, другие дела, которые вел Иванов Темпаловым, если у них будут такие же недочеты, как и в деле Дятлова, то это просто указывает на их низкую квалификацию. Если же другие дела будут сделаны на более высоком уровне, чем дело Дятлова, то значит тут действительно что-то не так с этим делом. Теперь, что касается воспоминаний Солтер и прочих. мне странно, что если произошла такая трагедия, то почему с них не взяли расписки о неразглашении гостайны? И почему военные спрашивали у туристов врача, у военных есть свои медики, которые находятся в каждой части, они бы выезжали вместе с испытателями в полевые лагеря для проверки самочувствия солдат, для оказания помощи. Но военные бы не обращались к туристам с вопросом есть ли здесь врач. Плюс еще врач в походе это не обязательно врач еще вне похода. Человек может быть вне похода и быть инженером-технологом, а не врачом. Просто на время похода ему присвоили звание врача, чтобы он отвечал за самочувствие других участников похода. И странно, что опять-таки никто не взял с этого помощника расписки о неразглашении. И мне странно, что по воспоминаниям товарища у трупов были заклеены глаза. Хотя все мы привыкли, что если человек умирает, обычно лицо ему накрывают тканью либо головным убором. они заклеивают глаза. И вопрос, если уже ребята погибли, зачем врач, с чем он помочь там уже? Вот. Из таких и я не думаю, ну скажем так, у меня есть предположение, что, скажем, и Солтер и прочие просто хотели больше внимания, все-таки люди пожилые и хотели просто больше к себе внимания, человеческого тепла. Может и так. и я сталкивался с работой военных и их поведением в случае ЧП во времена СССР. А в СССР было, какое правило, все, что у нас не хотим, это все секрет, это все под коврик. и в СССР все ЧП всегда секретились и в прессу они не попадали. Например, гибель подлодки С-178. в прессе об этом не было ни слова. Суд над виновными прошел в закрытом режиме, их осудили, вот, выжившим какие-то награды дали и все. лишь когда Запад припирал СССР фактами, тогда СССР признавалось, ну, был такой небольшой косячок, как, например, с Чернобылем. Когда он у нас взорвался, реактор Чернобыля, когда СССР призналось, что вот, да, такая вот беда получилась. Поэтому, если бы группа Дятлова попала под какие-либо испытания, то никаких поисковых работ не было бы. прилетела группа сбора, группа зачистки тела попаковали, потом вывезли в населенный пункт, а далее просто-напросто родным повручили свидетельство о смерти, может быть, вызвали там большой дом, где товарищи в штатском сказали, так и так, ваши дети оказались не там, где надо, получите документы и вот похоронены там-то там. но таких бы масштабных поисковых работ не было. Далее, что касается того, что якобы дятловцы там были, участвовали в испытаниях какого-то изделия, которое разрабатывалось либо с помощью сотрудников УПИ, либо УПИ в этом участвовало, непонятным тогда становится состав дятловцев. посмотрите, если бы там были, скажем так, были студенты одного факультета, либо факультетов смежных, которые пересекаются, но там сборная солянка из выпускников, причем строителей, регистов, физиков, и с ними в качестве прикрытия физрук, образно, золотарев, что тоже довольно странно, и они к месту испытаний добираются своим ходом. Вопрос, зачем неудобнее и быстрее их погрузить вместе с прибором, с изделием на вертолет и высадить в районе испытаний, централизованно, чем они будут добираться своим ходом. Вдруг у них не получится вовремя выйти в заданный район и так далее. Ну, как говорится, такие дела так не делают. Поэтому вряд ли дятловцы участвовали в испытаниях каких-либо секретных изделий, поскольку и состав не тот, и путь к месту испытаний тоже не тот. Поэтому тут вряд ли была инсценировка, и вряд ли дятловцы были участниками испытаний. я попытался для себя притянуть, что бы инсценировали манси, зэки, черные старатели, и мне ничего не получается. Почему? У манси другой, как это правильно у психологов не знаю, но они мыслят по-другому. Поэтому вряд ли бы они стали устраивать такие инсценировки. Они просто сделали свое дело, как по версии Дмитриевской, то бишь восстановили попранную честь и ушли в восходясь. Зэки, черные старатели и так далее, они скорее всего все девять тел и палатку с вещами сунули бы в тот овраг, чтобы их нашли где-то в мае месяце. Если вообще нашли, почему? Потому что за девять тел дадут только вышку. И чем дольше будут искать, тем больше шансов во-первых уйти от ответственности, а во-вторых больше шансов, что всевозможные улики потеряются. И как я говорил, военным просто не было смысла это все инсценировать. Они бы просто тела погрузили в вертошки, вывезли бы на большую землю, далее в гробы, на кладбище, а родителям просто свидетельство о смерти. И все. То, что военные участвовали в поисках, но вы меня извините, тогда МЧС не было, и военные были универсальными солдатами. они могли сегодня участвовать в учениях, завтра копать картошку с крестьянами, завтра искать потерявшегося в тайге мальчика. Я образно. Поэтому присутствие военных там для меня не является чем-то странным. Потому что якобы командующий УРВО туда прилетал, но вы меня извините, ЧП большое, как оно рикошетом пойдет по верхам, никто не знает. Поэтому держать дело на контроле это естественное желание любого начальника. И то, что если он там и появлялся, это было там, то в этом нет никакой двойной подоплётии. Генерал просто прилетал проверить все ли есть, все ли нормально надвижется и нет никаких косяков со стороны военных. Вот и все. Роман, а этот генерал, он на каждую пропажу людей в тайге прилетал? Как вы думаете? Во-первых, как я понимаю, такие масштабные поиски были в первый раз с таким привлечением количества людей, техники. Поэтому если тем более была команда из Москвы, то тут надо было подсуетиться. Поэтому он бы прилетел вот, если бы это было на более низком уровне, не было бы телеграмм из Москвы, жалобы в Москве, вряд ли бы он прилетел. А поскольку родственники погибших жаловались в Кремль, то генерал мог работать просто на упреждение, что вот так и так тяжу руку на пульсе. Роман, мне вот очень понравилось вообще ход ваших мыслей, прям вы вот прям, вот знаете, вы вот прям мои мысли читаете. Вот я на самом деле тоже так же считаю, что так все и было, что сначала туда прибыли военные, все почистили, значит, собрали тела, положили их, вывезли оттуда естественно вертолетом, естественно, генерал, все, все в курсе, значит, даже возможно может быть, может быть даже такое, что и в Свердловск эти тела были отправлены, но потом что-то вот пошло не так, что-то решили переиграть и уже переиграли как ну, то, что мы видим, то, что мы наблюдаем. А вообще то, что вы сказали, вот это на самом деле так и есть, да, скорее всего так оно и было при каком-то техногене, если есть вина военных, то именно так и будут действовать. Собрали тела все молча, никого не привлекали, всех упаковали, всех вывезли, все правильно вы сказали. Но почему потом вернули все это, тут вот мы тоже бьемся над этим, над этой загадкой. ну и кстати, вот то, что генерал, как бы вот такие масштабные поиски, кто-то что-то решил тут переиграть и что-то здесь какую-то инсценировку непонятную пока для нас сделать. Ну, будем думать. Роман, спасибо. Олег, тут вопрос в том, зачем переигрывать? Это не сейчас, когда... Я тоже думаю, я вот тоже над этим голову ломаю, у кого что там в голове взбрело. Может быть, родители начали не вовремя жаловаться, может быть, там в Москве зашевелились, стали что-то выяснять, и тут военный там Сибирский федеральный округ решил задницу свою прикрыть, всех вернуть назад, все переиграть. Ну, то есть, это запросто могло бы быть. Я вас полностью поддерживаю, Роман, я с вами абсолютно в этом согласен, что, скорее всего, их сначала просто вывезли, хотели родителям, родители поставили в местность, ну, а как по-другому еще, это очень логично все, но потом что-то вот пошло не так. Может быть, как раз вот это письмо Хрущеву, оно повлияло, может быть, повлияло там вот то, что Анямов, этот самый, ну, депутаты ихние в Москве вот там получили известие от него, что на них давление какое-то, ну, то есть, как-то Кремль поставили в известность, и как-то я вот считаю, что именно это все, она все и повлияла вот на эту вот переигрыш, скажем так. Я с вами абсолютно согласен, Роман. Ну, тогда смотрите, тогда бы действовали вообще по-другому. Вернули бы тела назад, но... Так эти вернули? Дошли бы не студенты, поисковики, а военные. Свой бы врач опять сделал там повторное вскрытие, пускай даже на бумаге. Все бы оформили чин-чинарем и просто в закрытых гробах вернули тела, и все, и никто бы не... Ну, Роман, здесь уже трудно, когда у кого-то что-то в голову там взбрело, вы вот в курсе, что военные, они же не все умные люди, правильно? Они тоже каждый свою задницу прикрыть, каждый там вот честь отдать, всякие военные бывают, они же не все академики, правильно? Вот у кого-то что-то там вот жареным запахло, вот он решил, а, там, может быть, пронесет, ну-ка вернем все там там, отправим туда студентов, пусть они там поищут, найдут, может они и будут виноваты, не мы, ну, что-нибудь такое могли сделать, потом опять могли переиграть, ну, то есть там же все... Считаю, что это в принципе невозможно, считаю, что это в принципе невозможно. Что невозможно? Переиграть, вернуть, инсценировать, ну, переиграли, военных, невозможно. Вот то, что Роман сейчас рассказывал, вывезли, просто вывезли, хотели родителей поставить просто вывезли. Да, это да. Абсолютно согласен, скорее всего, так и будет. А вот то, что потом решили вернуть и инсценировать, это невозможно. Почему? Почему? Потому что, потому что существует определенный закон, что это дело в принципе не рассматривается с привлечением гражданских. Подобные инциденты для сохранения секретности и для того, чтобы ограничить круг лиц, причастных к этому событию, инциденту. Действительно, с них берутся подписки, но это с минимуму круга. То есть, круг искусственно не расширяют, не добавляют еще лишних свидетелей, которые могут увидеть трупы и о чем-то там догадаться, например. Или найти какие-то таблики. Они хотели увезти в сторону. Сейчас я добавлю. Дело все в том, что существует такое понятие, может быть, вы о нем никогда не слышали, а я с ним хорошо знакома. Это так называемое понятие военная прокуратура, которая в принципе расследует дела, связанные с военными. И никаких гражданских не подпускают к расследованию подобных дел. То есть, никакая областная прокуратура этим не занимается, ни городская идольская. Елена, подождите минутку. Гибель гражданских людей расследует военную прокуратуру. И гибели гражданских людей тоже. Тут видите, Елена, вот сейчас вот Роман рассказывал нам все вот эти нюансы. Вот если этих нюансов, ну я не знаю, на вскидку штук 20 могу привести, вот прям все у него сходится. Вот смотрите, вот он про фляжку рассказал, да. Ну а почему бы нет? Вот прилетает вертолет, раз там поставили палатку, накидали вещей, оба, а где емкости для воды, а где я советую вам, я советую вам, я советую вам, которые они всегда носили, их-то забыли взять. Ну давайте свою фляжку закинем, там она что со спиртом, ну и пусть лежит со спиртом, ладно. Туристы же пьют спирт, пусть будет фляжка, а то вообще как без емкости, без воды-то, что за инсценировка? Емкости для воды нет, кто в это поверит? Кстати, Елена, как вы объясните, с позиции вашей версии куда делись грелки? С позиции моей версии все что угодно могло потеряться, потому что, извините, как это все халатно было собрано, отправлено в камеру хранения Ивдельского аэропорта, и там оно разбиралось журналистом, извините, Григорьевым, журналистом на минуточку, да, ни кем-то даже, ни должностным лицом, ни следователем, который опись делает. Ну, там посторонних журналистов навряд ли привлекали, аккредитацию, я думаю, именно этот журналист получил не просто так, вот, чтобы туда попасть, и освещать. Поэтому, поэтому, что там, куда исчезли грелки, знаете, этот вопрос такой, куда делись полотнища от палатки, да, куда делись грелки. Грелка, понимаете, это не та вещь, которая... Но потом все это не описали, все это пропало и потерялось, и уже никому и не надо было это все. Там все было достаточно халатно сделано, и в плане опознания этих вещей, и в плане их вообще транспортировки, как их собирали туда. Елена, спасибо. Давайте слово дадим теперь Роману Фельдбергу, а то он прям... Опять уже полтора часа разговариваем, ему ни разу слова не дали, он молчит. Сейчас он нам скажет. Да, Роман, присоединяйтесь. Да, конечно, присоединяйтесь. С чего начнем-то? Ну, я тоже согласен, что, как Роман сказал, что, конечно, военные всех собрали как положено и отвезли куда надо, и как раз об этом свидетельствует рассказ Солтер, который, кстати, сначала переписывалось с Юдиным, а не давало интервью, кому попало. То есть это была просто переписка ее с Юдиным. И потом, да, шел съезд партии, плюс международные соревнования проходили в Свердловске, и когда об этом где-то там сверху узнали, наверняка сказали, вы что, ребята, какие 9 трупов? Никаких 9 трупов нам здесь не нужно, тем более погибших от техногенной аварии. И поэтому я считаю, что как раз таки могли их туда вернуть и вернули. И студенты, которые прибыли туда как бы их искать, на самом деле это уже как раз был для них цирк устроен, чтобы они нашли эти тела и так далее. И насколько по делу, по воспоминаниям и так далее известно, что следователи на перевале ничем не занимались, чем должны они были заниматься в это время. не фотографировали своими делами ничего не делать. Насчет фотографирования тоже хочу сказать, что если импалов не умел фотографировать, что у него не было помощников, тот же Каратаев, и как он вел остальные дела, то есть он нигде не фотографировал трупы, всегда звал журналистов каких-то, очень странно как это все. Потом если по палатке, ну а что, сложно поставить палатку. Все говорят, что туристы эту палатку на сквоне не могли оставить, поставить. как там сохранился след мочи в такое долгое время. И причем когда читаешь допросы там вот у меня например сразу там расстают глаза, что сначала все хотели смести все это на ураган. В итоге там Маслеников попросил этот запрос сделал на погоду и так мы не видим этой погоды. Где она? Почему ее нет в деле? И потом про ураган перестали говорить, потому что его не было. Плюс хочу сказать, что допустим допрос Артюкова. Он когда приехал в Ивдель туда в штаб, он потом на допросе пишет, что когда мы приехали, мне стало известно, что 20 числа Мансик, Куриков и Слободин по-моему, они выехали от 2-го северного в сторону от Артена как раз туда. И хотите сказать, что Мансик Куриков не смог добраться за сколько там, 6 дней до перевала? Плюс еще есть очень хорошие записки Григорьева тоже. Он делал записи, когда находился там. И у него допустим тоже есть записи, что Манси нашел палатку, Манси нашел труп. Два раза это у него как минимум там упоминается. Плюс Владимиров также в своем интервью говорит первое известие, которое нам поступило, что палатку нашел Манси. То есть студенты, которые нашли палатку, это уже просто, тем более, что их Пашин туда просто направил. Вот идите туда и смотрите. Пашин с Чеглаковым также говорили потом уже позже, что это они первые нашли палатку. Вот. И Владимиров кстати в своем интервью сказал, что Манси когда нашел палатку, он пошел сообщил Бижай. И после этого как раз туда отправились лесники. И также это подтверждает рассказ Мари Ивана Ремпель, которая сказала, что лесники отправились туда на поиски почти сразу после того, как группа не вышла на связь. Вот. значит если насчет техногена пройдемся, то в деле все это есть. В допросе отца Кривонищенко он говорит, что две группы видели вспышку. Окишев в своем интервью говорил тоже, что даже был допрос человека из Ивдилага, который видел вспышку над горами. У Олега Архипова есть свидетельство тому, что человек видел вспышку. Уже три свидетеля. Значит, Мариона Ремпель с отцом видели вспышку. Причем она сказала, что это был именно взрыв. Она мне написала в нашей переписке, что это был именно взрыв. Потом ракеты там сто процентов видели. Это тоже все видно в геле. Масленников в радиограмме пишет, что 1-2 числа сейчас не помню видели ракету, метеорологическую ракету. Что такое метеорологическая ракета? Ну, это не просто какая-нибудь маленькая пулька, а это, допустим, ракета МР-12, которая выпускалась в том же Свердловской области. Разрабатывалась, выпускалась. И с помощью этой ракеты допустим уже в 61-м году делали эти космические ядерные взрывы с помощью этой ракеты. Плюс про Плесец, потому что нам говорят, что он там открылся намного позже, но его начали строить в 57-м, в 68-м уже был сформирован, просто там достраивали статковую площадку для ракеты Р-7. Но, допустим, ту же ракету Р-12 можно запускать без всякой стартовой площадки. Стационарной. А о том, что ракеты там летали, есть много свидетельств. В том же деле есть свидетельства. И я не верю, что это были ракеты, которые там взлетали где-то там с Байконура и их там видели на таком расстоянии. Не верю. Не может быть такого. Вот. Еще есть вопросы? Вообще, я очень рада. Елена, я надеюсь, Роман вас убедил по поводу ракеты? Нет, я готова с ним спорить. Во-первых, по свидетельству Ремпель, Мария Ремпель, да, что она видела вспышку, вы видели вспышку, да, там нет даты дословно ее цитата звучит примерно так. Туристы не вышли на связь, и вот они там не вышли на связь, и в какое-то время прозвучал вот этот взрыв или вспышка, там что-то она видела. То есть даты конкретной, что это находилось на 1 февраля или 31 января, 2 февраля, вот эти числа не были затронуты, она эти числа не сказала, что они не вышли на связь, это была ключевая фраза, они вышли они на связь, потому что они должны были вернуться, если не ошибаюсь, 12-15 февраля, да, и они не вышли на связь в населенном пункте, только после этого, да, их пошли искать лесники, они сразу, они побежали 4-го, 4-го, 6-го февраля их искать. Давайте как бы, ну, на связь они в Вижай должны были выйти ближе к середине февраля, потому что там еще обещали задержаться, так что пока так, это по Марии Ремпель, конкретной даты нет, когда прозвучало, во-вторых, то, что там видели какие-то явления, да, их там видели, явления могут быть совершенно различными, от природных, до техногенных, до каких угодно, в принципе, теоретически, подтверждений тому, что они могли служить причиной гибели, тоже нет. Вот, что касается ракеты, которая могла долететь, да, до этого, ну, до перевала, ну, давайте, как бы, тоже ближе к реальности, по-моему, таких ракет не было. Плесецка, там строительная, это самое, строительная, строилась вот эта стартовая площадка, да, она только в декабре 59-го года была достроена, да, пусковая. Плесецке, по тем данным, которые у меня есть. Так что, ну, а какая ракета баллистическая, ну, давайте уже, как бы, ну, смотреть, да, для баллистических ракет, кстати, была площадка. Так, что у нас еще? Значит, по свидетельствам в деле, вообще считаю, лично мое мнение, что эта ДЭЗа, которая была вкинута про испытания, она как раз была связана с тем, что в Свердловске очень близко к сердцу народ воспринял гибель дятловцев, сейчас мы не будем касаться моей версии или какой-либо еще, и были данные о том, что срывали объявления, да, там, вывешивали объявления о похоронах, и якобы некие люди срывали эти объявления, то есть они не хотели толпы народа, да, потому что народ задавался вопросами, от чего погибли ребята, то есть, видимо, в причину просто замерзли, люди тогда уже не верили, да, и тогда же был такой обычай, то есть, понимаете, это не сейчас людей хоронят и соберется там только семья, да, раньше хоронили всем городом, да, то есть, это было массовое такое... непонятно, о чем вы говорите, во время, вы хотите сказать, что во время моратория власти решили кинуть дезинформацию для народа, что были ракетные испытания? Некие испытания. Кто говорит о том, что они были там ракетные или никакие? Да, да, эта дезинформация была вброшена и следы ее мы как раз в деле и находим. Именно с той целью, чтобы увести от истинной причины гибели дятловцев. Потому что я вам еще раз объясню, что если бы там действительно был взрыв и были замешаны военные, то дело бы расследовало не гражданское, а военная прокуратура, понимаете, в принципе военная прокуратура, ничего не пресочилось бы. Роман, кстати, правильно это сказал. И было бы другое дело реальное от военной прокуратуры. Конечно, конечно. Военные следователи, кстати, военные медики. А этого дела не существует, правильно? Пока нет. Пока оно не существует. Оно не найдено, оно не представлено, о нем даже нету каких-либо данных о том, что вообще военная прокуратура занималась этим делом. Подождите, Елена, а вот то, что дело засекречено, есть секретное дело, то, что вы с этим были согласны, так это не то самое дело? Смотрите, уголовное дело, да, что значит уголовное? Значит, идет какой-то уголовный процесс, процесс о гибели людей, да, то есть расследуется дело о гибели людей. Оно может возбуждаться как военной, так и гражданской прокуратуры, это мы знаем, да, вот. И второе, так называемое дело, это то, о чем любит рассуждать у нас Владимир Анкундинов, да, оно, если и существует, да, то оно еще пока что никому не известно. Я лично считаю, что второго дела, вот точно такого же дела, только не фуфельного, который нам представили, да, вот неполного, непонятно какого, а такое вот, ну там, военной прокуратуре или там еще кем-то оно там возбуждено, и оно где-то там хранится в аналах, там в каких-то архивах закрытых, вот, полностью якобы и с номером, и со всеми документами о гибели, с причиной, со всеми вот данными, да, я думаю, что такого дела нет. Я думаю, что существует просто набор нерассекреченных до сих пор документов, которые от нас скрывают по каким-то своим причинам, да, наше государство. Какие-то отдельные документы, представляющие до сих пор важность, причем причина гибели может быть любая, причем, я в общем вам объясняю, то есть, у нас множество версий, и каждая практически версия пытается объяснить секретность этого дела, и каждая находит, вплоть до снежного человека, они тоже объясняют секретность, необычными явлениями, НЛО объясняется секретность, в МАНСе тоже я объясняю секретность тем, что это национальный вопрос, да, который не хотели возбуждать, и какие-то документы, которые могут быть, да, действительно, они могут быть, и они могут быть нерассекреченными до сих пор, но я не думаю, что это техноген, потому что вот, как мне в комментариях, кстати, после моего ролика написала Ольга Хайт, да, ты его, может быть, кто-то читал ее комментарии, она внимательно изучила закон о гостайне, и там, нынешний закон, с 93-го года, который разрабатывался, принят был, там черным по белому написано, что техногенные происшествия обязаны, запрещено их скрывать, этим законам, они не подлежат гостайне, они не подлежат засекречиванию, техногенные происшествия с гибелью людей, об этом есть отдельно, и поэтому, конечно, техноген мимо в этом плане, то есть, может быть, там что-то было на тот момент, на советское время, но сейчас секретность по этому делу не должна быть продлена в связи с законом о гостайне, это ее точка зрения, да, вот она ее так аргументировала, в принципе, я с ней согласна. Елена, чтобы вы были в курсе, никакой Ольги Хайт не существует, это один из ников хейтера Хлебникова. Ну, пусть будет Хлебников, мне, честно говоря, без разницы, кто это, ну, вот в законе о гостайне, как говорится, это действительно есть, я сама лично этот закон тоже изучила и посмотрела, и там такое действительно есть, что происшествия техногенного характера не засекречиваются, которые влекут за собой гибель людей, да, поэтому на данный момент секретность должны были по идее снять и придать гласности этот инцидент. Значит, что я хотела еще дополнить по своим, так сказать, наработкам, да, я советую всем техногенщикам, да, сторонникам ракетной версии посмотреть такой замечательный, как Снегурочка, прихожу вот с подарком для вас, а подарочек это вот такой, это киножурнал «Советский Урал», номер 30 за 1991 год, в котором первая часть, первый сюжет посвящен гибели группы Дятлова. Этот сюжет уже тогда будоражил, так сказать, народ, гласность наступила, эпоха, еще эпоха гласности у нас была, да, все хотели, все искали кругом. Елена, это в 91 году наступила эпоха желтой прессы. Вы про это? Я про сюжет, снятый в киножурнале, да, «Советский Урал», номер 30 за 91 год. А вы для зрителей расскажите в двух словах, что там? Да, вот я сейчас расскажу. Там как раз группа лыжников, да, они занимались тайной, ну, изучали гибели, да, тоже группы Дятлова, они пошли туда на перевал. Почему? Они пошли к Чистопу. Почему они туда пошли? Потому что прошел слух, ну, тогда было много слухов о том, что наше, значит, правительство решило строить ядерный полигон в районе горы Чистоп. Вот, они пошли лично проверить, посмотреть, что там. Они пошли в сторону Чистопа, замеряли там радиацию. На 91 год радиацию они там не обнаружили никакую. Слухи о том, что, значит, им правительство Свердловской области объяснило, что они могут пойти проверить, пожалуйста. Они пошли, не обнаружили никаких данных о том, что там что-то строится, собирается строиться, что там была какая-то радиация. Петр Бартоломей дал интервью там же в этом киножурнале, где он рассказывает о том, что нам было понятно в 59 году, что эта гибель Тятловцы произошла от рук людей. То есть, это не тот Бартоломей, который сейчас может говорить что-то другое, а в 91 году он говорил о том, что ему казалось на тот момент, ему и импульсковикам, что это рукотворное, так сказать, дело, что это убийство. А это какой-то видеоролик, да? Это киножурнал, в нем целый первый сюжет, вы можете сами в этом убедиться. Это за 71 год? Нет, за 1991 год. За 1991. Я кину ссылку, он есть на Ютубе, там вообще большой сборник этих киножурналов за разные года, и вот в том числе номер 30, 1991 год. Тогда все были помешаны на радиации, и после Чернобыля. Они совсем... Считали, что власть все скрывает. И вот они пошли искать радиацию, они ее не нашли. Не нашли ее так же. На Чистопе они ее могли не найти, а почему на Чистопе должна быть? А где ее еще нашли? Пожалуйста, был фильм Discovery с Майком Лепеки, начало 20-го года вышел. Они брали экспертизу, они брали на экспертизу внутреннюю древесину кедра, того самого кедра, под которым нашли тела. Там тоже не обнаружена радиация. Они проверили техногенную версию. Можете этот фильм Discovery посмотреть? Елена, техногенная версия подразумевает под собой не только атомное оружие. Это начиная банально от падения, скажем, военного вертолета ну просто упал да и все от ветра. И заканчивая ну вот допустим самым уже таким крайним случаем это естественно там ядерным каким-то взрывом. Но я естественно в это не верю. Так как это? Следы этого взрыва должны быть и до сих пор сейчас. Не только в деревьях там где-то они вообще должны быть. Я вас уверяю, что убийцы оставят гораздо меньше следов любые убийцы. Манси, зэки, там не знаю кто, чем ступень ракеты. Понимаете? Или там что-то. То есть следов само по себе плюс инсценировка. Вы представляете, как там все было бы вытоптано? Вы считаете, что все-таки шансов больше гибели от Рукманси, чем от Техногена? 99% это гибель от Рукманса. Абсолютно точно. 99% 1% я, конечно, оставляю сторонникам других версий. Ну, потому что Манси... А следователи в 59-м году знали, что это убили Манси? Да, думаю, что знали. Елена, вы же сказали, что вы тоже объясняете засекречивание версии. Значит, получается, что знали и... знали, знали и отпустили. Вы знаете, Олег, вот эта тема была тоже затронута у нас с вами в обсуждении под моим роликом, после моей версии. И я, так как пользователи начали ко мне апеллировать, я стала искать материалы по этническим конфликтам и способам и поводам засекречивания подобных инцидентов. И кое-что я нашла, я думаю, что может сделаем даже что-то отдельное, какую-то беседу на эту тему, потому что тема интересная, она совершенно нормальная, со ссылками на источники, то есть это без каких-то личных даже моих домыслов. Мы можем об этом поговорить. Надо будет делать по технической части вот всего этого процесса, потому что вот техническая часть не совсем понятна, как убивали, потому что... Да, по травмам, да, 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 и по травмам тоже. Да, потому что как бы трое идут по склону, а взади значит, украдкой подкрадывается манси и бьет обухом топора одного, потом второго, потом третьего, и они его не замечают, как будто это невидимка какая-то, но в это очень сложно поверить, честно скажу. Я понимаю, что сложно, но в условиях плохой видимости и ночного времени... все это разбирать до каждого шага прям конкретно. мы просто этого еще не делали, но вот надо это сделать как-нибудь. Я понимаю, но говорю, в условиях плохой видимости и слышимости вполне вероятно... Я вполне это допускаю, потому что в темное время суток вообще себя там не видишь. Я могу это только допустить, если... что люди были ослеплены, отравлены там какими-то... не знаю... Нет, но они действительно были немного отравлены, но... Я не вообще не слышал, кто за ними подкрадывается сзади и бьет их обухом топора по голове. Сначала одного, потом второго, потом третьего. В общем, я думаю, что не один, не один подкрадывался, понимаете, там могло быть... их могло быть несколько, кто побежали из-за диабловцев. Эту картину представляю и что-то вот как-то улыбка сразу возникает. Не могу... А вы не улыбайтесь, потому что на самом деле я же не просто так с вами разговариваю. Смоделировал как-то эту ситуацию просто, чтобы было более наградно, более понятно, там, я не знаю. Давайте дадим слово Роману Стархантуру, а то мы тут вдвоем на Елену напали, чтобы он хоть маленько в ее защиту сказал пару слов. Во-первых, мое замечание по мораторию. Мораторий был на испытание ядерного оружия, но не носителей. Ракеты, пожалуйста, испытывайте, но без БЧ ядерной. Вот взрывы ядерные производить нельзя было, а ракеты пускайте, пожалуйста. Во-вторых, что касается представителей иностранных государств в Свердловске, в самом большинстве это были представители из стран либо соцлагеря, либо симпатизирующих Советскому Союзу. То есть откровенно таких вражеских представителей не было. Вообще чемпионат мира проходил по калькобежному спорту. Чемпионат мира. В-третьих, что тоже на что стоит обратить внимание. Если это было испытание военного изделия, то по-любому Солтер бы взяли подписку о неразглашении Густайна. И она ни в личной переписке никак бы об этом не разговаривала. поскольку в этом случае Йопс сразу после первого озвучивания о том, что на самом деле было так-то и так-то приехали товарищи в штатском руки за спину и в СИЗО. Но этого же не произошло. Поэтому так что не факт, что то, что говорит Солтер, правда. Я сталкивался с работой военных, с работой правоохранительной системы и скажу, что если человек давал подписку и начинал болтать языком, в этом случае карательная машина работала не просто быстро, а чрезвычайно быстро. Вы не успевали оглянуться, а уже меняете костюм на клифт и все. Никаких вопросов не возникает. А тут люди рассказывают извините, такие подробности, что возникает вопрос. А где особисты? Почему вы расписки не взяли? Роман, а сколько действует по спискам? Минимум 25 лет, а может быть и больше. Если дело у нас до сих пор засекречено, то по идее должны действовать и расписки. Единственные расписки, которые я нашел в уголовном деле, на которые там некоторые ссылаются, что вот там в уголовном деле есть расписки. Это расписки о неразглашении тайны следствия. Многие просто путают виды расписок. Расписка о гостайне, там ответственность вплоть до стенки была, то бишь до смертной казни. Расписка о неразглашении тайны следствия, это значит о том, что пока идет следствие, о чем тебя следователь допрашивал, о чем ты узнал, ты не имеешь права говорить. И санкции на тот момент, на 59-й год по тогдашнему УК были довольно смешными. Там, по-моему, даже реального лишения свободы не было. Такого серьезного. И в деле именно расписки о неразглашении тайны следствия. Но, как мы видим, Солтер спокойно рассказывает. Часть туристов тоже спокойно рассказывает о том, что их там военные забирали для транспортировки трупов, оказания помощи и так далее. Ну, вряд ли такое было бы, если бы действительно там какое-то изделие рвануло над перевалом, либо упало, либо дятловцы испытывали что-то, и это пошло не так. Ну, вооруженные силы и силовые структуры так не работают. Тут явно я не хочу никого обижать, но вполне вероятно, что людям просто захотелось больше внимания. Своих пяти минут слабо, может даже и не меркантильных, но вот как бы побольше внимания. Люди пожилые, хочется им внимания. Роман, извините, я перебью, а вот отцу Кривоничку тоже захотелось немного внимания. Что касается отца Кривонички, Кривониченко, давайте тут поколем тумбочку. Кто вам об этом все рассказывал? Кто он назвал конкретной фамилией? Роман, объясняю ситуацию. У меня хобби специфическое было очень долгое время. Оно до сих пор осталось более законопослушное. А когда мне было как дятловцем, то есть море по колено, сам черт не брат и так далее, я периодически ходил под оружейной статьей. В РФ это три гуся, 222-я УК. И как-то товарищи вызвали меня и начинают колоть на предмет того, что СВО сделал. На мои вопросы о том, откуда это, кто вам сказал, как говорится, имя сестра, имя, и меня они не назвали. А я говорю, такое настроение, чего вы меня вызвали. У вас анонимки не принимаются, то есть у вас вот никто там не сказал, вот Иванов не сказал, Петров сказал, Сидоров сказал, чтобы был конкретный источник информации. А то мне там сказали, ну извините, сказать можно все, что угодно, а надо же тумбочку, как говорится, расколоть. То есть добраться до первоисточника. Кто сказал? Это могли просто быть слухи, которые, ну почему? Потому что отсутствие информации, отсутствие фактов порождает, что всегда? Слухи. И эти слухи просто донесли отцу Криванищенко, а тот их выложил как вот факт. Роман, извиняюсь, но это были не слухи, к нему приходили именно эти туристы, и он сказал, что было две группы, которые видели вспышку первого числа и услышали после этого звуковой эффект. Он назвал... Он сказал, что эти группы можно вычислить, потому что знали, какие группы были там в походе. Вот и все. Он назвал хотя бы одну фамилию, потому что к нему кто-то приходил, кто-то сказал, какая-то вспышка. Допустим... Он сказал, что следствие может это выяснить, потому что они знают, какие группы были в походе. Я вам скажу, что тогда же интернета не было, и централизованной базы данных туристов не было. То есть там могли ходить не только группы сверновчан, но те же москвичи, ленинградцы, харьковчане... Почему-то группу Фоменко тут же стали искать, хотя не было интернета, и никто не знал, кто там находится. Это если они отмечались. Были группы дикарей, то бишь туристы, которые шли сами, они регистрировались и так далее. Были группы, которые у них там прописаны маршруты из точки А в точку В, отметятся в точках С и Д, и они везде отмечались. Их тогда можно было оценить. Это просто мог быть и метеор, падение метеора. Могло быть? Нет, потому что мне сказали, что это был именно взрыв. Взрыв возможен даже без наличия взрывчатого вещества. С громким звуком. Тот же Тунгусский метеорит, он же сопровождался взрывом? Господа, не было на тот момент зафиксировано сейсмической активности в зоне перевала. Я табличечку прикреплю и Олег ее обязательно нам покажет. Хорошо, а сейчас взрыв был воздушный. Ну, начинается воздушный, еще какой-то. Не зафиксировано, понимаете, взрыва. Если взрыв был воздушный и мощный, то почему устояли деревья, не обломаны ветки. Где воронка? Не знаю. Олег, вы нашли воронку? В воздушной воронки не будет, деревья были повалены в стороне от артена. А при воздушном взрыве будут травмы от взрывной волны? Даже воздушный описывает в деле, что травмы очень похожи на воздушную взрывную волну. А я вам сейчас зачитаю ответы Эдуарда Туманова, подписчикам эфрумчанам Тайна Ли, которые он дал в ноябре 2014 года, лично зарегистрировавшись на этом ресурсе, лично придя и ответя на все вопросы. Первый вопрос. Сперва отвечу всем сторонникам смерти от действия взрывной волны. Ответ. Ни одного признака действия взрывной волны при судебно-медицинском исследовании выявлено не было. Так что на обсуждение этой версии предлагаю поставить точку. Это слова Эдуарда Туманова. Поэтому, господа, давайте будем специалистам больше доверять авторитетам, чем строить свои предположения. Елена, вы про уголовное дело сейчас говорите, то, которое в открытом доступе. Вы же только буквально час назад говорили, что существует другое дело. Я не говорила, что существует другое дело. Я говорила, что некоторые документы по делу группы Дятлова, которые либо исчезли из того дела, которое есть у нас, могут быть где-то скрыты по каким-то причинам. Возможно, они были вычищены собственно Ивановым, о чем говорил Богомолов. Эдуард Туманов, он же ориентировался на это уголовное дело, которое мы все обозреваем. И он именно по этому уголовному делу дал свои ответы, правильно? Ну, найдете другое, будем спрашивать Туманова о другом. Можно еще одно? Елена, если бы там был воздушный взрыв, и группа Дятлова была вместе в палатке, либо хотя бы в метре друг от друга на пятачке, у них бы у всех были одинаковые травмы от взрывной волны. А этого мы не наблюдаем. Я скажу вам даже... Аман, а если вдруг дерево от взрывной волны упало, не на всех оно упало, только на двух человек? Олег, если идет воздушный взрыв, и относительно близко, что мощная ударная волна, травмы были бы одинаковые у всех. Ну, почему? Если дерево упало только на двоих? Да даже кроме дерева... Да кроме дерева, конечно. Если ударная волна такой мощи, что оно может свалить дерево, то человеческому телу, как это по-русски сказать, ну, по-укрымски был бы заплыл. Все. После этого человек был травмирован, и вряд ли бы он выжил. Ну, давайте так. Во-первых... Это же ваше предположение. Мы вот совсем недавно в чате смотрели, вернее, читали статью, где один из участников, ну, Роман, наверное, лучше расскажет, то есть шли испытания воздушного взрыва на людях, как они спрятались под машину и ощущали вот эту вот взрывную волну, да? Ну, в принципе... было два запуска ракеты, и ракета взорвалась прямо над ними, ядерный взрыв, воздушный был, прямо над ними взорвалась, описывает живой свидетель. Вы понимаете, что вы сами себе противоречите, то есть вы утверждаете, что взрыв был такой силы, что там был виден за много километров, все видели эту вспышку и слышали звук этого взрыва, и в это же время вы утверждаете, что на них просто упало дерево, а взрывных травм у них нет. Понимаете, если взрыв такой силы, как вы рассказываете, то там вообще все выждает. Мы не утверждаем, я просто предположил, допустим. Что же с несчастными бедными Манси, которые охотились в это же время вместе с туристами, находились в нескольких километрах они в зоне Успии? Это не мои, это показания протокола Андрея Анямова, что они охотились на Успии в это время. Елена, это не несколько километров, это несколько десятков километров. Хорошо, хорошо, но по прямой от Халатчахля до Атартена 12 километров по хребту, да? По прямой здесь никак нельзя судить, если по Успии, через перевал по Успии и туда, ну, это где-то около 30 километров. Хорошо, я согласна, что это даже 30 километров, но тем не менее они не каким-то образом не пострадали, не слышали и не признались в том, что они слышали в это время взрыв. Их допрашивали там о святых местах, но совершенно не допрашивали про взрыв. Манси слышали. Вот именно их про это не допрашивали. Манси слышали взрыв. Даже сейчас их потомки об этом знают, они об этом и говорят. что-то они слышали. Возможно, они слышали это 17 февраля о том, что мы с вами имеем запись в деле. Что у нас 17 февраля произошло? Кто-то из военных что-то видел, да? Я еще хочу сказать, что если следствие знало, что это убили Манси, то почему туда Иванов стал искать радиацию на склоне, что там Кикоин тоже искал радиацию. Вот я объясняю, я объясняю. Когда версия с Манси была искусственно прекращена, то есть Иванову сказали не копать, а у меня есть свидетельство Карелина, который говорил, что там чуть ли не до апреля твердил, что убили Манси, а потом вдруг резко раз приехал и стал шары продвигать вдруг. Понимаете версии? На экспертизу радиационную стал назначать там все это. То есть вот эта вот ДЭЗа она и была вот таким образом сброшена. У кого-то еще есть что-то добавить по вышесказанному? Я бы еще хотел сказать насчет моратория. Тоже нам говорят, что был мораторий и так далее. Ну, во-первых, в 63-м только подписали договор, то есть это был мораторий так, односторонний, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, есть информация достоверная в книге про военную авиацию, что в 59-м году была испытана тактическая ядерная бомба. Проходили испытания. Вот и мораторий. Друзья, я предлагаю на сегодня закончить, потому что уже достаточно времени мы сидим в эфире. Роман. Роман Хантер. Да. Я предлагаю завершить нашу дискуссию и все, что было недосказано, перенести это на следующий раз. Также в комментариях ответить на все вопросы зрителей. Сегодня у нас была Елена Дмитриевская, которая выдвигала аргументы против ракетной версии. И эту ракетную версию против нее защищали мы втроем. Я, Олег и два Романа. Всем спасибо большое. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. до свидания.